Девчонки, всем большой привет! Очень рада вас приветствовать на своём канале. Давненько мы с вами не беседовали на тему Ивроше. Давно не было заказов, давно не было посылок. Я знаю, что вы соскучились, и я сама соскучилась по косметике Ивроше. И в этот раз был для меня такой большой сюрприз, потому что моя мама оформила целых два заказа от компании Ивроше по именным бланкам. Конечно же, по именным бланкам заказывать выгоднее, потому что там есть хорошие скидки, есть классные подарки. И я сама планирую в скором времени снова заново зарегистрироваться в компании Ивроше и сделать так, чтобы мне опять присылали именные бланки только на другой адрес и снова делать классные заказы. Ну а пока давайте покажу, что пришло в посылочке Ивроше, какая косметика и, конечно же, какие были подарки. Кому интересно, то оставайтесь со мной. И начнем мы с первого заказа. Я буду идти по накладной. И первое, что я здесь вижу, это будет вот такая вот большая баночка в объеме 390 мл. Это молочко для тела, которое идет с органией и розой из серии традиции хамама. Вот такая вот большая бадейка с таким описанием. Здесь идет удобная помпа-дозатор. У меня тоже было и есть такое молочко. Вообще я помню, что я просто фанатела от серии традиции хамама. Мне так нравилась эта одушка, мне так нравилось действие всех средств. Аромат здесь нереально классный. Если вы когда-нибудь тестировали линейку традиции хамама, то вы меня поймете. Это действительно аромат ванили, аромат розы, аромат органи. Невероятно богатый, роскошный. Аромат также долгое время остается на теле. Я вообще обожаю молочко от Evroche. И это молочко, я знаю, что оно очень быстро впитывается, просто моментально. Делает кожу нежной, мягкой, бархатистой. Нет ощущения пленки на теле. Шикарное молочко. Единственное, что меня здесь смущает, это цвет вот этого бутылька. Для сравнения покажу вам точно такое же молочко, которое есть у меня здесь. Здесь аналогичное молочко, но разница очевидна. Какой здесь цвет бутылька и какой здесь цвет бутылька. Я для сравнения раскрутила вот эту крышечку, посмотрела на цвет содержимого, все нормально. То есть цвет такой же бежевый, соответствует вот этому бутыльку. То есть я так понимаю, что какой-то непонятный цвет у самой бутылочки. И здесь на дне тоже такой непонятный цвет. Но со сроками годности все в норме. Молочко пахнет приятно. То есть оно не испорченное. Цвет внутри нормальный. Просто вот такая вот странная какая-то бутылка. В общем, серия очень шикарная традиция хамама. Надеюсь, что Евроше никогда в жизни эту серию не снимут с производства. Следующий такой бестселлер компании Евроше. Это вот такой вот крем в круглой баночке. С такими вот ромашками из линейки Pur Camille. Он так и называется. Нежный крем для лица и тела. Ромашка Bio. Очень часто этот крем я покупала себе. Покупала также на подарки. Такая приятная шайбочка. Тут она зафольгирована. Крем шикарный. Он достаточно жирный. На лицо я его никогда не наносила. Я использую только на зону шеи и на зону декольте. Классно смягчает, питает. Тоже нет ощущения пленки. Я просто наслаждаюсь вот этим ромашковым ароматом. Насколько он приятный. Я, знаете, даже сейчас ощутила этот аромат из баночки. Прямо вот соскучилась по этому средству. Поэтому обязательно себе закажу точно такую же баночку. Потому что она потрясающая. Следующее, что идет в заказе. Это вот такой крем. Этот крем заказала моя мама себе. Цена по накладной 625 рублей. Тоже с какой-то скидкой. Такая здесь коробочка. Вообще мне нравится, как компания Ивроше оформляет свою косметику. И то, как баночки, собственно, выглядят. Посмотрите, какая прелесть. Ну это же просто красота. Какой шикарный голубой цвет. Баночка такая вот стеклянная, увесистая. Просто вот как будто бы это люксовый продукт. Открывать не буду, потому что крем новый. Повторюсь, он не мой. Я не тестировала никогда крем из этой линейки. Хотя с серии Hydro Vegetal я была знакома. Пробовала разные средства, но до крема так я и не добралась. Надеюсь, что маме этот крем понравится. Следующая такая приятная неожиданность, которая ждала меня в посылочке. Это вот такое средство, которое я мечтала попробовать. Мама об этом знала и мне его заказала. Это очень приятно. Вот такая вот серия. Сейчас прочитаем с вами. Это насыщенный кислородом мусс для умывания с микроводорослями. Для нормальной комбинированной кожи. Я тестировала такую линейку только с мятой. С микроводорослями я еще не тестировала. Руки не доходили. Это вот как раз таки будет первый такой продукт из этой линейки. Я обожаю всякие разные муссы, пенки для умывания. Использую по утрам. Уверена, что это средство мне понравится. Пока еще не тестировала. Даже не знаю, что к чему. Такой вот здесь дозатор. Но я думаю, что средство не будет выдавливаться как воздушная пенка. А скорее будет как мусс с множеством разных пузырьков. Но самое главное, чтобы средство кожу не сушило. Скорее всего, я вот этот тюбик заберу с собой в Питер, чтобы пользоваться им там. Теперь самое приятное, это, конечно же, подарочки. Первый подарок, который был по этому именному бланку, это сыворотка в объеме 30 мл из серии Seba Vegetal. Такая вот сыворотка. Выравнивающая сыворотка с антиоксидантным эффектом. Такая коробочка. Я ее здесь уже открыла. Правда, пока не знаю, кому эта сыворотка достанется. Буду ли я ей пользоваться. Или будет этой сывороткой пользоваться моя мама. Пока мы еще не решили. Посмотрите, тоже какое классное оформление. Тоже стеклянная баночка, 30 мл. Симпатичная такая пипетка. Смотрится нереально красиво. По описанию сказано, что сыворотка должна улучшать цвет лица. Также она обладает матирующим эффектом и должна сужать поры. По консистенции она довольно-таки жидкая. Обычно все сыворотки более вязкой текстуры. Но здесь она такая просто как водичка. Но, надеюсь, будет тоже хорошая. Так что посмотрим. Ну, скорее всего, эта сыворотка будет для моей мамы. И последний подарок, который был по этому именному бланку. Я так понимаю, что его можно было выбрать из целого ассортимента подарков. А может быть, можно было вбить свой код. Не знаю. Но в посылочке был вот такой крем. Я знаю, что мама его тоже хотела. Это линейка Filler Vegetal. Вот так вот он был оформлен. Я тут уже, конечно же, все раздербанила. Сейчас уберем в сторону. Вот такая вот милая, красивая баночка. Здесь большой объем. Целых 75 мл. Интенсивный крем от морщин для лица, шеи и декольте. А вообще, моя мама является поклонником кремов от Евроше. У нее достаточно капризная кожа. Часто бывает аллергия. И именно крема от Евроше ей подходит. Поэтому затаривается она обычно кремами в этой компании. И вот в этот раз она решила попробовать что-то новенькое. Я уже открывала этот крем, потому что знаю, что мама его уже пробовала и тестировала. Девчонки, какой здесь шикарный аромат. Я долго думала, что же мне напоминает. Он такой нежный. И для меня дошло, что пахнет лавандой. И просто вот лавандовыми полями. Насколько это потрясающий просто вот аромат. Какой-то успокаивающий. Прям вот хочется его вдыхать. Такая текстура крема. Ну, я уверена, что крем классный. Тоже никаких высыпаний никогда нет от этого крема. Аллергии тоже никаких нет. Крем классный, быстро впитывается. Питает кожу, не лежит пленкой. Все, что нужно. Поэтому вот такая красивая баночка тоже будет теперь у моей мамы. И кому интересно, вот такая вот была накладная. В принципе, вот все, что мы с вами рассмотрели, кроме последних двух каталогов, я уже не знаю, где они лежат. Теперь переходим с вами ко второй посылочке. Это была новогодняя посылочка. Давайте смотреть. Опять же, я смотрю на накладную. И первое, что здесь есть, это уже гель для душа. Тоже из линейки традиции хамама. Здесь уже 400 миллилитров. От душка та же самая. Это у нас органия и роза. Гель для душа и ванны. Вот такое вот здесь описание. Тоже большая бутылочка. А цена по этому именному бланку 279 рублей. Мне кажется, это очень классная цена для такого объема. И для такого шикарного продукта я просто сейчас не удержусь. И мне хочется снова протестировать этот аромат. Какой же он классный. У меня уже неоднократно был этот гель для душа. Я знаю, что он суперкрутой. Он просто наполняет всю ванную комнату этим роскошным восточным ароматом. Кожу не сушит, дарит такую приятную пенку. Этот гель мама купила себе. Я думаю, что она его оценит, потому что я ей сама говорила про эту линейку, что она классная. И у мамы тоже неоднократно были другие средства еще из старой коллекции традиции хамама. Поэтому вот она тоже будет пользоваться этим бутыльком. В этом заказе даже будет кое-что из новогодней коллекции. Здесь идет вот такой вот буклетик. И я думаю, уже все знают, что в Варше выходила новогодняя лимитированная коллекция. Первая называется «Сочные ягоды», а вторая «Нежный миндаль». Но опять же, это не какая-то новинка, поэтому у меня не было какой-то целью бежать в бутик в Варше, либо заказывать срочно косметику посылкой, тестировать, пробовать эти лимитки. Потому что это не новинка. То есть все уже давным-давно было. Хочется чего-то, конечно, нового от компании Варше. На худой конец выпустили бы они лимитку с мандарином, которая когда-то была. Но сделали бы они ее повторной, я бы сразу побежала заказывать. «Сочные ягоды» сразу мне напомнила коллекцию. «Красные ягоды», «Миндаль» тоже какая-то коллекция уже была. Надеюсь, в следующем году Варше все-таки сделает что-нибудь поинтереснее в плане лимиток. И тогда, конечно же, захочется сразу же что-то заказать. Набор, который заказала моя мама, состоял из четырех позиций. Но, к сожалению, одной позиции уже нет, потому что она ушла на новогодние подарки. Наборчик стоил 449 рублей. В состав набора входит жидкое мыло, гель для душа. Также был крем для рук из этой жильнейки. И также в подарок шло вот такое вот полотенчика. Полотенце 30х30, состав 100% хлопок. Такое обычное классическое махровое полотенчика, кухонное. Тоже раскрывать его здесь я не буду. Вот как раз-таки та самая лимитированная коллекция. Сочные ягоды. У жидкого мыла есть удобная помпа-дозатор. И вот такой вот гель для душа. Ну, давайте снова потестируем этот аромат. Даже это не новинка, как я уже сказала. Сразу же у меня такая возникла ассоциация в голове. Что-то где-то я уже слышала. Это коллекция красные ягоды. Вот просто один в один. Это запах клюквы, запах ежевики, лесных ягод. Вот именно красные ягоды. От душка один в один. Да, аромат, конечно, приятный. Но вот просто хочется чего-то нового. Конечно же, такими ароматами хочется пользоваться в зимнее время. Аромат сладкий, но также имеет некоторую клюквенную кислинку, что добавляет некую такую изюминку этой коллекции. Миндальную коллекцию моя мама заказывать не стала. Вот такими вот ягодками как раз-таки будем с удовольствием пользоваться. Следующий невероятно милый наборчик, от которого я визжала и пищала, как только его увидела. Не знаю, мне он так понравился. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая вот милая подарочная коробочка. И внутри есть какое-то содержимое. По буклетику я сразу же увидела вот эти наборы, новогодние дуэты, по 300 рублей. В набор входят питательный бальзам для губ и крем для рук. И также вот такая вот подарочная картонная упаковка. И в серии Нижний миндаль все то же самое. Вот такая вот красота. Конечно же, на подарок это был бы шикарный вариант. Такое вот описание. Я, конечно же, уже все протестировала. Я не удержалась, потому что я люблю крема для рук, я люблю бальзамы для губ. Вот так вот открывается. Здесь кремик и бальзам. Начнем мы с крема для рук. Мне очень нравятся вот такие вот упаковки кремов для рук. Во-первых, она маленькая. Во-вторых, невероятно красивая. В-третьих, удобный сумочный вариант. Я давненько не заказывала крема от Ивроше. Как правило, все лимитки, они были жидкие, непитательные. И практически ничего не делали с руками. Но в этот раз мне попался крем. Поэтому, конечно же, я уже им воспользовалась. И, в принципе, мое мнение не поменялось. Текстура все такая же легкая. Вот я бы этим кремом с удовольствием пользовалась весной, теплой весной или летом. Потому что текстура, ну, слишком легкая для меня. У меня кожа на руках достаточно сухая. Тем более сейчас зимой. Мне вот хочется прям чего-то суперпитательного, такого жирного. Здесь текстура очень легкая. То есть все, он уже впитался. Аромат, конечно, такой же классный. Ягодки, клюква, ванилька, все, что нужно. Но был бы он пожирнее, и цены бы ему не было. Конечно же, убирает сухость, но только на какое-то время. Мне, конечно, хочется чего-то пожирнее. Но оформление безумно красивое. В таких розовых оттенках мне очень нравится. Поэтому, конечно же, буду использовать. И обязательно этот крем заберу с собой. И вот такой вот шикарный бальзам. Мне уже так хочется отклеить эту этикетку. Питательный бальзам для губ. Сочные ягоды. Я уже его тестировала два раза. До последнего не снимала этикетку. Специально, чтобы показать вам. Потом еще уберу вот эти вот этикетки. Сейчас на это время терять не буду. Такой вот футлярчик. Я любила очень бальзамы в Роше. В стиках и в баночках. И этот бальзам мне понравился. Ура! Здесь хороший состав. Приятный аромат. Бальзам питательный. Довольно-таки жирный. Он не имеет такого ярко выраженного вкуса. Потому что раньше, я помню, я покупала какие-то бальзамы от Эвроше. Лимитки. И они были чересчур парфюмированы. То есть наносишь на губы, и такое ощущение, как будто бы тебе в рот набрызгали какого-то парфюма. Очень неприятно. Здесь такого нет. Очень приятный бальзам. В меру с такой ягодной отдушкой. Я его использовала на ночь. Хорошо питает губки и смягчает их. В общем, средство хорошее. Конечно, если у вас губы убиты, он с этим не справится. Но как такой базовый питательный бальзамчик, очень даже хороший. Поэтому тоже с удовольствием буду им пользоваться. У меня сейчас губы очень сохнут. Вот в зимнее время это прямо ужас какой-то. Поэтому бальзамчик незаменимая для меня вещь. Еще в посылке была точно такая же картонная упаковка. Я не знаю, то ли прислали дубликат, то ли это тоже к какому-то набору. В общем, не знаю, потому что моя мама заказывала еще кое-что на подарки. А сейчас я вам этих косметических средств уже не покажу, потому что их нет. И может быть, что-то приходило к этим средствам. Не знаю. В общем, придется куда-то эту картонную упаковку девать. Следующее косметическое средство, которое я тоже очень сильно люблю. И как только увидела в этой посылке, была просто несказанно рада. Это спрей для тела. Тоже из линейки «Сочные ягоды». Причем это не только спрей для тела, но и для волос. В объеме 100 мл. Спрей с ароматом клюквы. Потестировала один раз. И очень мне понравилось, конечно же. Как по-другому. Аромат шикарный. Мне почему-то здесь пахнет просто какими-то фруктами, ягодами и ванилью. Вот все вперемешку. Такой прям новогодний приятный аромат. Кожу не сушит. Оставляет после себя приятный аромат. Держится, кстати, достаточно долго. Может даже спокойно заменить парфюм. Мне понравился этот спрей. Мелкодиспертное распыление. Шикарный. И тоже заберу его с собой в Питер, конечно же. Косметика не должна просто так простаивать. Поэтому обязательно его возьму с собой. Ну и остались подарочки по этому именному бланку. Первое, что было в подарок. Я даже несколько удивилась. Это все та же линейка с микроводорослями. Объем 75 мл. Это насыщенная кислородом увлажняющая маска с микроводорослями для нормальной и комбинированной кожи. Наносить два раза в неделю. Оставлять на пять минут. Удалять остатки ватным диском. Кстати, я никогда так не делаю. Я всегда смываю маску, потому что мне будет неприятно. Я буду чувствовать средство на лице. И мне захочется его смыть. По составу на втором месте у нас тут идет глицерин. Я уже протестировала эту маску. У нее такая обычная классическая текстура какого-то увлажняющего крема. Крема пахнет интересно. Я ожидала здесь аромата водорослей. Но, на самом деле, пахнет точно такой же линейкой, которая идет с мятой. Прямо чувствуется такая вот мятно-растительная отдушка. Но аромат приятный такой, не отталкивающий. Очень даже хороший. Один раз я протестировала эту маску. Она разносится по лицу таким неравномерным слоем. Не застывает. Но при этом кожа эту маску как будто бы поглощает. То есть, по истечении 15 минут она как будто бы впитывается в лицо. Ее практически даже не остается на коже. Смывается, конечно, она очень проблематична. Потому что она глицериновая. Она как бы прилипает к коже. И, конечно, нужно постараться, чтобы ее смыть. Ее приятно держать на лице. Она обладает охлаждающим эффектом. Это очень приятно. Что я вижу по результату? Кожа получается мягкая и нежная. Увлажнения как такового я не увидела. Ну, не знаю. Может быть, это просто первое применение. Пока еще я ничего не поняла. Посмотрим, что будет дальше. Но увлажнения лично для меня было недостаточно. Хотя здесь, конечно же, маска позиционирует себя именно как интенсивно увлажняющая маска. Но этого я не увидела. Но зато она приятно охлаждает, как-то тонизирует кожу и делает ее мягкой. Приятная такая масочка. Приятно ее держать на лице. Посмотрим, как она будет вести себя дальше. На этом подарки еще не закончились. Следующий подарок идет вот в такой вот коробочке. Крем-гель для кожи вокруг глаз с лифтинг-эффектом от мешков под глазами. Оживляет взгляд и уменьшает мешки под глазами. Конечно же, очень много разных обещаний. Вот такое вот описание, если кому интересно. Средство пришло очень кстати. Потому что у меня здесь не осталось ни одного средства для век вообще. Поэтому я с удовольствием этот подарок забрала себе. И уже начала им пользоваться. Вот такой вот тюбик. Здесь странный объем 14 мл. Могли бы сделать 15. Такая вот красивая упаковка. Здесь скошенный кончик. Он такой как бы прорезиненный. Выдавливается это действительно как крем-гель. Но больше я бы сказала, что это именно гель. Внутри, если присмотреться, есть как будто бы мерцающие частички. Это именно гель. Очень легкий. Очень ненавязчивый. Прямо вот как водичка. По-другому не скажешь. Но опять же, я бы этим средством пользовалась летом. Вот летом не хочется ничего наносить. Ни жирного, ни увлажняющего. Вот на лето это просто кстати. Но на зимнее время мне хочется прямо вот кремовой текстуры. Чего-то жирного. Здесь, конечно, средство очень легкое. Вот посмотрите, просто как водичка. Как будто бы я ничего не распределяла. Да, какое-то увлажнение дает. Потому что кожа под глазами не сохнет после нанесения. Но как-то вот маловато. Так как у меня ничего другого нет. Поэтому все равно буду продолжать пользоваться. Пока, конечно, я не увидела каких-то чудес. Чтобы там убрались мешки под глазами. Или какой-то лифтинг эффект. Конечно, средство не уберет никакие припухлости. Не подтянет кожу. Мне кажется, ни один крем этого не сделает. Самое главное, чтобы крем-гель давал какое-то увлажнение и питание. Средство очень такое легкое, невесомое. Хорошо, что оно было в подарок. Потому что если покупать за полную стоимость, ну я бы была расстроена. И последний подарок. Это снова крем. На этот раз, опять же, в такой красивой упаковочке. Это эликсир ботаника. Я уже не знаю, сколько там линея у компании в Роше вышло. Вот такой дневной крем. Называется дневной крем для восстановления и защиты от негативных факторов. С насыщенными кислородом микроводорослями. И Настурцией и Британией. Я не знаю, что это такое. Правильно ли я поставила ударение. Для всех типов кожи. Вот такой вот кремчик. Давайте тоже сейчас вскроем эту упаковку. Вот такая вот прелесть. Такого зеленого цвета. Открывать не буду, потому что он новый. Ну и, конечно же, этот крем тоже будет для моей мамы. Классно, что они приходят в подарок. Вот такие вот крема. Очень это здорово. Тоже уверена, что маме этот крем понравится. Вот такими получились два заказика от компании Ивроше. Я на самом деле очень рада, потому что здесь есть новогодние лимитки. Я все равно хотела, конечно же, их протестировать. Хоть это не новинка. И теперь у меня появилась такая возможность. Плюс есть какие-то косметические подарочки. Это вдвойне приятно получать от компании Ивроше. Пишите в комментариях, тестировали ли вы лимитки новогодние от Ивроше. Что понравилось, а что нет. Также не забывайте подписываться на мой канал. Ну а мы, как обычно, увидимся с вами в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok